В этом выпуске я покажу топ-8 самых слабых армий Европы, а попутно сделаю их краткий обзор и расскажу массу интересных исторических фактов. Погнали! На восьмом месте располагается Литва. Литовская армия была создана в 1990 году. Состоит из сухопутных войск, военно-морских сил, военно-воздушных сил и войск специальных операций. С 2015 года действует всеобщий воинский призыв. В сухопутных войсках содержится около 400 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей. В их числе германо-нидерландские бронетранспортеры «Боксер», американские М-113 и бронеавтомобили «Хамве». Артиллерийские войска имеют 40 орудий. В их числе германские самоходные гаубицы «Панзерхаубец-2000» и американские буксируемые «М-101». В противовоздушную оборону входят современные норвежские зенитно-ракетные комплексы «Носамс-2». Военно-воздушные силы Литвы содержат 7 в основном транспортных самолетов и 5 вертолетов. В их числе многоцелевые советские «Ми-8» и французские «Дофин». В военно-морских силах Литвы имеется 8 относительно крупных боевых кораблей. В их числе один корабль управления и обеспечения «Йодвингис», построенный в Норвегии в 1977 году. Два тращика типа «Хант», построенные в конце 80-х годов в Великобритании. Четыре более современных патрульных корабля класса «Флювефискин», производства «Дании», спущены на воду в конце 80-х годов. В 1994 году Литва начала партнерство с НАТО по программе «Партнерство ради мира», которая продолжалась до вступления в этот альянс в марте 2004 года. В 2002 началось участие Литвы в военной операции НАТО в Афганистане, продлилось оно до 2008 года. Затем в 2003 году Литва направила в Ирак первых военнослужащих В общей сложности там прослужили более 900 литовских военных. В 2007 году было подписано соглашение о создании Эстонии, Латвии и Литвой пехотного батальона сил первоочередного задействования НАТО. Вооружение литовской армии осуществляют ее союзники по альянсу. При этом литовские войска фактически отданы под иностранное командование. Литва далеко не самая слабая страна в Европе, однако самостоятельно противостоять серьезной угрозе не может. При этом в планах местных властей имеется увеличение армии до 26 тысяч человек. Седьмое место занимает Эстония. Силы обороны Эстонии состоят из армии обороны и союза обороны. В нынешнем виде были созданы в 1991 году. Союз обороны является добровольческим военизированным формированием, состоящим из 15 дружин, куда входят более 10 тысяч человек. Армия обороны Эстонии — это регулярные силы, состоящие из сухопутных войск, военно-воздушных и военно-морских сил, а также подразделения логистики и сил специальных операций. Тяжелой бронетехники у Эстонии нет, зато имеется около 230 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей, в их числе финские XA-180 и шведские БМП Стритсфордон-90. Парк артиллерии содержит около 70 орудий, в их числе советские 122-миллиметровые гаубицы D-30 и европейские FH-70 калибра 155 миллиметров. Военно-воздушные силы Эстонии содержат 10 транспортных и учебных самолетов, а также 4 американских вертолета Robinson R-44. Военно-морские силы Эстонии имеют на вооружении три трачика типа Sundown британского производства, спущены на воду в конце 80-х годов. Имеется еще два корабля обеспечения типа Linderman, были созданы в Дании в конце 70-х годов. Корабли имеют на вооружении орудия калибра 76 миллиметров и несут автономный подводный аппарат. Силы обороны Эстонии участвуют в иностранных операциях с начала 90-х годов. Это миротворческие миссии ООН и Евросоюза в Африке и на Ближнем Востоке, а также операция «Решительная поддержка» в Афганистане в составе сил НАТО. Страна является членом Североатлантического альянса с 2004 года. При столь скромной численности и вооружении Эстония не чужда милитаристских амбиций. Правда, реализовывать планы по милитаризации страны за свой счет Эстония никак не может, загоняя себя в большие долги перед Соединенными Штатами и Евросоюзом. Имеющейся армии никакие задачи решать невозможно. Небольшая численность населения, маленькая территория, скудные экономические ресурсы не позволяют Эстонии иметь многочисленные и боеспособные вооруженные силы. На шестом месте по праву располагается Латвия. Нынешняя структура вооруженных сил Латвии была создана в 1994 году. Армия состоит из сухопутных войск, военно-воздушных, военно-морских сил, а также национальной гвардии. Имеются также силы территориальной обороны в количестве 8 тысяч человек. Комплектование армии производится на добровольной основе. Содержатся примерно 220 боевых машин пехоты и бронеавтомобилей, в их числе британские машины разведки CVR. И шведские вездеходы Bandwagen 206. Парк артиллерии имеет 47 американских самоходных Гаубиц М109, закупленных в Австрии. Военно-воздушные силы Латвии содержат 4 советских самолета и 4 многоцелевых вертолета Ми-8. Все советские вертолеты в скором времени должны будут заменены на американские Black Hawk. Военно-морские силы Латвии содержат около 20 относительно крупных боевых кораблей. В их числе 4 нидерландских тральщика типа «Трипартит», построенных в 80-е годы. 5 германских патрульных катера типа «Скрунда» в строю с 2006 года. 1 норвежский тральщик типа «Видор» строился в 70-е годы. Имеется также множество других патрульных кораблей. Латвия принимала участие в войне в Ираке. В мае 2003 года правительство направило воинский контингент в состав сил международной коалиции. Контингент был выведен из Ирака в июне 2007 года. В общей сложности в операции приняло участие 1150 военнослужащих. В 2004 году страна вступила в военно-политический блок НАТО. Затем латвийские военнослужащие участвовали в международных силах содействия безопасности в Афганистане, а также в миротворческих миссиях в Сомали и Центрально-Африканской республике. Имея не слишком сильную армию, Латвия рассчитывает в случае мнимого нападения России продержаться как минимум неделю, а потом перейти к партизанской войне, дожидаясь подкрепления из Соединенных Штатов. Если же не брать в расчет угрозу из России, то такой армии стране вполне достаточно. На пятом месте в рейтинге самых слабых армий Европы находится Босния и Герцеговина. Армия Боснии и Герцеговиной была создана в январе 2006 года. Состоит из сухопутных войск, а также военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Войнский призыв был отменен в 2006 году. Танковый парк сухопутных сил содержит около 300 машин, в их числе югославские версии советских танков Т-72 и американские М-60. Имеется 400 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей. В основном это американские бронетранспортеры М-113. Югославские БМП М-80. Имеются также американские бронеавтомобили Хамби. Содержатся около тысячи артиллерийских систем и орудий, в их числе советские и югославские гаубицы, такие как буксируемые Д-30, а также реактивные системы залпового огня «Аркан» и «Оганж». Противовоздушная оборона состоит из зенитных орудий и систем советского производства. Военно-воздушные силы Боснии и Герцеговины содержат около 30 вертолетов, в их числе многоцелевые советские Ми-8, американские «Иракес» и французские «Газель». На территории страны находится контингент ООН и НАТО, выполняющие функции миротворческих сил. К настоящему времени бывшая республика в составе Югославии в качестве независимого государства представляет собой искусственно созданное образование, сохранение которого в прежних границах было необходимо западным странам в чисто политических целях. Тенденции развития националистических настроений в Боснии и Герцеговине вынуждают ее руководство уделять большое внимание созданию и укреплению единых вооруженных сил. С другой стороны, в нынешних условиях никаких прямых внешних угроз для страны нет, поэтому современное вооружение не имеет для Боснии и Герцеговины принципиального значения. На четвертом месте располагается Молдова. Вооруженные силы Молдовы были созданы 3 сентября 1991 года. Они состоят из сухопутных войск и военно-воздушных сил, а также карабинеров, которые совместно с полицией обеспечивают общественный порядок. Комплектование армии производится по призывному и контрактному принципам. Основной техники современного боя, то есть танков, у национальной армии нет. Сухопутные войска имеют около 350 бронетранспортеров, боевых машин пехоты и бронеавтомобилей. В это число входит множество советских БТР, среди которых имеются ТАП-71, являющиеся румынской версией БТР-60. Многоцелевые плавающие МТЛБ, боевые машины десанта, а также разведывательные бронемашины БРДМ-2 и американские Хамби. Содержится около 200 единиц артиллерийских орудий и крупнокалиберных минометов. В их число входят советские самоходные минометы «Нона-С», 100-мм противотанковые орудия «Рапира», 122-мм гаубицы «М-30», 152-мм гиацинт «Б» и «Д-20». В реактивную артиллерию входит около 10 систем залпового огня «Ураган». Противовоздушная оборона представлена зенитными пушками и устаревшими ракетными комплексами советского производства. Военно-воздушные силы содержат около 20 самолетов. Все это транспортная и учебная авиация. Также в распоряжении оборонного ведомства Молдовы есть 6 истребителей МиГ-29, которые нуждаются в ремонте и периодически выставляются на продажу. В парке вертолетов имеется 6 машин, в их числе многоцелевые Ми-8 и Ми-2. Молдавская армия стала одним из наследников советской армии, причем родилась она в ходе войны за Приднестровье. За период независимости и без того очень небольшая молдовская армия постепенно приходит в упадок из-за крайне недостаточного финансирования. Следующей страной в рейтинге идет Черногория. Армия Черногории была создана в 2006 году после выхода страны из Конфедеративного Государственного Союза Сербии. В этом же году была отменена обязательная всеобщая воинская обязанность. Вооруженные силы состоят из сухопутных войск, военно-морских и военно-воздушных сил. Однако де-факто представляет собой одну полноценную сухопутную бригаду, которая способна вести боевые действия. Все танки были утилизированы и потому на вооружении сухопутных войск имеется только около 30 бронемашин, в их числе югославские бронетранспортеры БОВ, турецкие КУБРА и германские ЕНОК. Артиллерийские войска содержат 30 единиц систем и гаубиц, в числе которых советские буксируемые Д-30, и реактивные системы заопового огня югославского производства Пламен. Военно-воздушные силы Черногории имеют около 20 самолетов. Стоит отметить, что все они выставлены на продажу. Имеется 16 вертолетов, в их числе многоцелевые французские ГАЗЕЛЬ, изготовленные по лицензии в Югославии. И американские БЭЛ-412. Военно-морские силы Черногории это перешедший флот от Сербии, так как она потеряла выход к морю. В его составе два фрегата типа КАТОР, построенные по советскому проекту еще в Югославии, на территории нынешней Хорватии, в строю с 1986 года. И еще два патрульных ракетных катера типа КАНЧАР. Черногория, последней из республик бывшей Югославии, получила независимость. Это произошло в 2006 году. В июне 2017 года Черногория официально стала членом Североатлантического блока, НАТО. Хотя Черногория находится в весьма неспокойном регионе, руководство страны не видит особого смысла в наличии крупных вооруженных силах. Нынешняя армия является по сути чисто символической. Вооруженные силы без истребителей, противовоздушной обороны и танков не обеспечивают обороноспособность страны. В ближайшей перспективе это, правда, не имеет значения. Однако, что будет в дальнейшем, предсказать сложно. Ну а на втором месте Республика Косово. Днем создания армии Косово в нынешнем виде можно считать 14 декабря 2018 года, когда начался процесс преобразования сил безопасности в вооруженные силы. Силой безопасности, в свою очередь, сменили в 2009 году корпус защиты Косово, который, в свою очередь, был создан в 1999 году. Причиной всех этих преобразований является перспектива страны вступить в Альянс НАТО. С этой целью множество инструкторов Североатлантического блока направлены в Косово для того, чтобы будущие вооруженные силы отвечали всем стандартам НАТО. Солдаты Косовской армии имеют стрелковое оружие американского и германского производства. Содержатся около 100 бронеавтомобилей, в их числе турецкие «Кобра» и американские «Хамби». Имеется также множество грузовых и легких автомобилей. На территории Косово находятся международные силы «Кей-Фор», которыми руководит блок НАТО. Они были созданы в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Их главная цель – это обеспечение стабильности в Косово. Максимальное количество военнослужащих «Кей-Фор» достигало 50 тысяч солдат. В настоящее же время оно не превышает 5 тысяч человек. В 2008 году без согласия Сербии Косово провозгласило независимость. В настоящий момент она признана 114 странами мира. В их числе почти все страны Запада и подавляющее большинство исламских государств. Но не признана Россией и Китаем, поэтому не является членом ООН. Сегодня Косовское урегулирование остается наиболее проблемным вопросом балканской повестки дня. И, наконец, первое место в рейтинге самых слабых армий Европы занимает Люксембург. Впервые армия Люксембурга была создана 16 февраля 1881 года. В 1945 году, после окончания Второй мировой войны, началось формирование новой армии, которая первоначально комплектовалась на основе ежегодных призывов. Люксембург является одним из самых малых государств Европы и поэтому не может иметь крупную и мощную армию. Тем не менее, страна пытается формировать вооруженные силы, исходя из своих возможностей и потребностей. Сухопутные войска Люксембурга состоят из легкого пехотного батальона и двух разведывательных взводов. В ротах разведки есть два взвода спецназа, которые входят в состав так называемых сил быстрого развертывания Североатлантического альянса НАТО. Также в стране есть подразделения жандармерии, которые при необходимости могут быть привлечены к защите государства и оказанию содействия армии. В вооруженных силах Люксембурга отсутствуют тяжелые виды вооружения. Военная техника представлена 33-мя американскими бронеавтомобилями Хамби и 48-ю германскими Динго-2. Собственных военно-воздушных сил у Люксембурга нет. Однако за страной официально числятся самолеты сил раннего предупреждения и управления НАТО, базирующиеся в Гайликирхене. Войска Люксембурга присоединяются к возглавляемой Германией группе боевых действий расширенного присутствия НАТО в Литве для выполнения миссий логистической поддержки. С 2003 по 2014 год Люксембург принимал участие в войне в Афганистане, обеспечивая спутниковую связь союзных сил НАТО. С 1 января 2015 года армия принимает ограниченное участие в операции «Решительная поддержка» также в Афганистане, куда был направлен один военнослужащий. По идее в этот рейтинг можно было бы включить и «Лихтенштейн» на нулевое место. Но у этой страны совсем нет никакой армии. Имеется только полиция в количестве 200 человек. Ну а теперь обязательно посмотри мои прошлые выпуски, они ничуть не менее интересные. Ступай в мою группу ВКонтакте, в Твиттере и подписывайся на мой второй музыкальный канал. И конечно же допиши свое мнение в комментариях. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!